Квартиру с видом на море мечтают иметь многие, но никогда это море, большая и грязная лужа. Жители дома номер 90 по улице 3 Чапаева уже 10 лет с ужасом ждут дождей. Даже после небольших осадков большая вода добирается до подъездов. И не зайти, и не выйти. Даже скорая подъехать не может. Подъехала скорая помощь, и выйти доктору нет возможности, потому что лужа была вплоть до середины подъезда. Они сказали, что нужно обращать внимание, потому что как нам ходить? Вот уже он вплотную подъехал, только после этого она могла выйти вместе со своим чемоданом и со всем. Управляющие компании говорят, земляне их ничего сделать не могут. Разве что собрать с жителей средства. Примерно 900 тысяч рублей и положить здесь хороший асфальт. Правда, чем он поможет, неизвестно. Заливать будет так же, но уже другое покрытие, новое. Одна грязь везде. Нельзя пройти. Все лезут вот так, все идут здесь, вот здесь идут. Вот больше никак не пройдешь нигде. Невозможно проехать. Да, там сыр у нас, подваль сыра. Открываем, вот проветрием. А разве проветришь, болото в те времена стоит. Никогда не проветришь. Жителям рассказали, что здесь была ливневка. Но при дорожных работах ее закрыли. Поэтому вода и скапливается. Чтобы пройти и не намочить ноги, нужно искать обходные пути. Инициативные жильцы сами сделали импровизированную дорожку из балок. Так и пробираются. Это не для себя, для людей. Потому что людям-то не пройти вообще. Здесь вот, когда капает с крыши, здесь вот прям все заливают. И не пройти, куда проходить. Здесь вот травки немножко. Здесь вот чуть-чуть травки. Сюда вот. Вот как уже люди-то ходят. Изворачиваются. Ну это что, это дело что ли? У мэрии своя позиция. Согласно генплану, земля – это введение управляющей компании номер 4. Ее специалисты и должны откачивать воду и заниматься прокладкой ливневой канализации, которой здесь нет. Все вопросы от жильцов решаются в заявительном порядке. В ходе обследования, а также в результате камеральной обработки топографического плана инженерной коммуникации установлено, что подтопление образуется в границах земельного участка, сформированного для данного квартирного жилого дома и поставленного на кадастровый учет. Указанная территория системы закрытия ливневой канализации не оборудована. В данном случае вопросом ликвидации подтопления, разработки мероприятий по предотвращению образования данного подтопления должна заниматься управляющая компания, получившая задание от жителей. В этот раз лужу по нашему звонку коммунальщики откачали. А вот для того, чтобы понудить специалистов УК на комплексное решение, жителям придется постараться. Мария Смирнова, Антон Осип, Офертова, Иванова.